Село Джигинка по праву в довоенные годы называлось «Маленькая Германия на Кубани». 80% ее жителей составляли немцы выходцы из Бессарабии. Когда началась Великая Отечественная война, то жители Джигинки стали врагами. Как для Советского Союза, так и для Германии. К началу войны колхоз-миллионер имени Карла Липнихта, который находился в Джигинке, был лучшим во всем Анапском районе. Немцы работали именно по-немецки, на совесть. И фактически они ударными темпами строили светлое будущее. И никому бы в голову не пришло в то время назвать их врагами народа. Но они автоматически перешли в этот разряд 22 июня 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз. Было принято решение вывезти всех немцев из села Джигинка в Сибири, Казахстан. На сбор им дали всего 12 часов. Немцев посадили в Скотоводске, довезли до Юровки, а затем два долгих месяца. В неприспособленных вагонах без запасов еды с маленькими детьми на руках они добирались в трудовые лагеря. Лишь немногие семьи прибыли к месту назначения. Голод и болезни делали свое дело. Джигинки в это время жизнь стекла своим чередом. А через год село оккупировали фашисты. И они установили здесь свои порядки. Во время оккупации фашисты жестоко расправлялись с мирными жителями. Особенно с семьями евреев, с семьями коммунистов, комсомольцами. Было расстреляно 78 человек, из них 38 человек детей. Среди оставшегося в Джигинке населения были невывезенные немцы. Пример семья Ольги Биркле. Мама у нее немка, а отец русский. Поэтому им разрешили остаться в селе. Но у таких семей была своя история войны не менее трагична. Так, когда немцы стали отступать под натиском советских войск, то они забрали всех немцев, жителей Джигинки, в Германию. В качестве дешевой рабочей силы для трудовых лагерей. Порядки в таких лагерях были жесткие. Исключения не делали даже для детей. Русские подходили к Германии уже. Ну и нас вроде из одного лагеря перебрасывали в тюрьму. Старшая сестра моя, она все плакала. Папы нету, мамы нету. Бог, я знаю, увидимся еще или нет. Ну, а это же, которая охрана же ходила. Ну, они же слышат что-то. Ну, окошко же открывают, где продукты подавали. Там суп на пятерых нам дадут, там тарелочку супа и все. Ну, она плохая. Он автомат наставит это на это. Будешь, говорит, реветь, значит, застрелит. Несмотря ни на что, семья Ольги Биркли спустя много лет вернулась жить родную Джигинку. Мама и тут говорила, я своих детей никуда, ни в Германию, никуда не отпущу, пока я живая. Потому что родина, говорит, не там, где тебе хорошо, золотом тебя обливает, а там, где ты родился. Существует ошибочное мнение, что у Джигинку не упало ни одного фашистского снаряда, потому что улицы расположены в виде свастики. На самом-то деле ни о какой свастике речи быть и не может. Улицы в Джигинке расположены в виде немецкого креста, которые обозначают движение вперед прогресс. Да и построены они были задолго до начала Великой Отечественной войны. Фашистов интересовало выгодное расположение села под военную базу. Здесь, на окраине, у них находился огромный склад боеприпасов. Джигинку освободили 26 сентября 1943 года. Каждый из участников Великой Отечественной войны, проживающий в селе, имеет свою историю. Петр Аменько воевал на Украинском фронте в 23-м мотострелковой бригаде. Во время боевых действий получил несколько ранений и уже более 70 лет носит пулю у сердца. Почувствовал удар такой у меня, ну, в грудь. Как будто бы кто-то камнем или молотом ударил, пуля у меня пришла. Так, с левой стороны, с правой стороны, над сердцем, и левее позвоночник остановился. Несмотря на столь серьезное ранение, Петр Петрович, как только встал на ноги, снова отправился на фронт и дошел до Берлина. И вражеская пуля помешать ему в этом не смогла. Еще в 1995 году в Джигинге проживало 66 участников Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось всего пять. Время неумолимо, но из то, что не подвластно даже времени – память сердца.